750 нарушений прав инвалидов выявлено прокурорами Крыма за прошедший период текущего года. Более полутора сотен лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Впрочем, обижать незащищенные категории стали реже свидетельствуют статистика. Так, за минувший год соответствующих инцидентов зафиксировано более тысячи, лидируя в списке нарушения с необеспечением инвалидам доступа к инфраструктурным объектам и информационной среде. Мы воспринимаем это как самореклама, но тем не менее, органы прокуратуры Российской Федерации, это единственная прокуратура, в которой в законодательном плане заложена правозащитная функция, то есть на должность исполнения законодательства и защиты права и свободы граждан. Именно эта функция привлекает интерес многих европейских прокуратур, и на международном уровне обсуждается, серьезно обсуждается, с тем, чтобы заимствовать опыт прокуратурой Российской Федерации и каким-то образом законодательно внедрить в деятельность других прокуратов. В такой форме, в таком масштабе ни в одном государстве. Для того, чтобы избежать инцидентов, вот уже пятый раз в Крыму проходит открытый форум «Помогать и защищать». В нем задействованы представители ответственных министерств и ведомств, а также лидеры общества людей с ограниченными возможностями. По итогам беседы определяются острые углы, а затем производится постоянный мониторинг вплоть до выявления негативных ситуаций по частным звонкам. И кроподливая работа приносит результат. По инициативе прокуратуры Республики и администрации города Симферополя приняты меры по маркировке контрастной краской в верхних и нижних ступенях в подземных переходах в цель улучшения их доступности для граждан с ограничением по зрению. Приведен ремонт тротуарного покрытия по улице Севастопольской в городе Симферополе вблизи офиса Республиканской организации Всероссийского общества слепых. Что касается нынешних проблем, с которыми сталкиваются инвалиды в Крыму, они неизменны. Сложности в пользовании городским транспортом, отсутствие пандусов там где-то необходимо и общие погрешности в выполнении программы «Доступная среда», сформированной до 2025 года. Активисты просят, чтобы их мнение было учтено при планировании инфраструктуры. «Туалеты, да, то есть понятно, что их уже не расширишь, не сделаешь, есть коробки. Но элементарно поставить садильник вот так, чтобы можно было пользоваться, это мы закрыли бы практически все вопросы. То есть не было бы недовольных». Форум «Помогать и защищать» проходит в несколько этапов и состоит из ряда дискуссионных площадок. Один из основных положительных итогов – подписание договора между прокуратурой и другими организациями, поучаствовавшими в диалоге. Результатом поставленных подписей должна стать коллективная позиция о том, как минимизировать ситуации с несоблюдением прав социально незащищенных граждан в Крыму.